Всем привет! Возвращаемся к болталкам. И, честно говоря, я не очень хотела свой камбэк болталочный делать про коронавирус по такую пошлую тему. Она пошла, потому что все её юзают. То есть, как бы, коронавирус сейчас везде на слуху, и все-все-все, абсолютно все её про неё говорят. Но дело в том, что я живу в Германии, а в Европе с коронавирусом довольно-таки всё строго получилось. И, в общем, хотела просто напоставить пару фактов из своей жизни, что нам уже пришлось пережить с этим коронавирусом, и что нам ещё предстоит, так сказать, в дальнейшем переживать. Да, как это видео, название видео назову, как мне там, типа, мифы и легенды про коронавирус в Германии, да, что и как тут на самом деле всё происходит. На самом деле всё тут довольно-таки странно происходит. Даже не знаю, с чего начать-то. Допустим, когда пошла такая волна, то, что там в Китае был коронавирус, да, нам было жалко китайцев, нам с мужем было жалко китайцев. Мы думали первоначально, что это какая-то такая, знаете, экономическая война против Китая, да, допустим, чтобы экономику Китая, типа, опустить полностью. Пошёл такой слух про коронавирус, и вот, как бы, ну, ну, и всё в таком духе. В общем, в Китае перестали летать самолёты, с Китаем перестали сотрудничать крупные компании, ну, вообще, короче, с бизнесом довольно-таки жёстко там получилось. И поэтому там очень много бизнеса в Китае, только в Китае тогда было, как бы, заморожено, некоторые ликвидировались, потому что не смогли выжить, да, там, в такой, в кризисный момент. Так вот, а потом вдруг этот самый коронавирус начал распространяться и на другие страны, да, и тут уже получается, что это было всё-таки действие не только против Китая, но и против каких-то других стран, и, возможно, просто, наоборот, такой искусственный кризис, короче, создать надо было в каких-то различных странах. То есть, допустим, кризисы нужны, чтобы этот самый, там, курс валюты бегал туда-сюда, да, и, да, и на этих курсах валют, да, и только на них, там, ещё много разных спекуляций на них, там, проводятся одновременно с этим делом. В общем, на этом деле они, ну, богатые такие умные люди, они могут спокойненько подзаработать себе денжат хорошенько. Вот, и обычно кризисы создавались путём войны какой-то, а сейчас войну устраивать довольно-таки негуманно, по крайней мере, в некоторых странах, да, допустим, в Китае это негуманно считается, в европейских странах это негуманно считается, но при этом в этих странах нужны кризисы, первички нужны тоже кризисы. Допустим, страна типа Сербия, там, Ирак, Иран, это самое, они такие мелкие, типа, там, это самое такое, как бы, ну, низшее, так сказать, общество, да, такое, ну, якобы, да, они на самом деле нормальные люди, да, у меня мнение по них очень хорошее, просто в мировом таком господстве эти маленькие страны, они, как бы, много значения не имеют, поэтому там они делают негуманные кризисы, да, да, там они как раз-таки ведут войны и так далее. А в других странах, которые вот такие, вот Германия, Италия, Китай, Япония, да, там уже войной пойти сложновато, и поэтому придумывают такие вот способы, как коронавирус, например, да. Ну, такая как бы моя, наша с мужем теория, почему-то коронавирус так распространяется, и вообще, что это такое. Короче, по сути, это как бы самый обычный грипп, который ежегодно проходит, ну, в это время года, да, то есть как бы с зимы на весну переход, да, влажность воздуха повышенная, вирус очень легко в такой среде перебрасывается с человека на человека. Ну, в общем, это самый обычный грипп, по сути, по сути, да. От гриппов тоже у нас, в принципе, никакого лекарства так и не придумали, такой-то там процитамольчик есть, ну, и куча других лекарств, которые снимают симптомы, но не лечат, но не убивают этот самый вирус. В принципе, от гриппа коронавирус мало чем отличается, да, мы мало что об этом коронавирусе знаем. Почему? Потому что там даже эти китайцы там говорят, что даже они не могут предоставить как бы самообразительство вируса, потому что неизвестно почему. Так вот, значит, когда только эта шумиха потихоньку начала перестать как бы в Германию, да, там в Европу и так далее, у нас появились некоторые не, как сказать, неудобства, да. Вы, ну, эти неудобства, они, знаете, как они, вот буквально с пятницы, сегодня у нас 17 марта, сегодня у нас вторник, и вот с пятницы, вот с той пятницы, 13 пятницы, да, пятница 13 была, всё вот это, знаете, как бы было потихоньку-потихоньку, типа как нарастала вся эта вся волнуха, а потом как таким большим снежным комом просто-напросто обвалилась, там, прям всё и сразу. У нас, конечно, до сих пор не так, как в Италии, да, такого строгого режима нет, там, то, что в Италии, там, этот, на улицу выходить нельзя, там только по, это сам, по строгим каким-то, ну, допустим, в аптеку выйти можно, там, ещё что-то такое, там, ну, ключи, строгие какие-то приписания, просто так гулять на улице там нельзя. Если выйти на улицу, там будет штраф. Кстати говоря, в некоторых странах есть штраф, если вы не соблюдаете карантин, то вы можете получить денежный штраф, где-то там вы можете лишиться свободы, а в некоторых странах это даже карается смертной казнью, представляете, это если вы не придерживаетесь карантина. Поэтому вот это вот, ну, как бы, вот этот вот карантин, он так бы, ну, прям такой строгий-престрогий, понимаете. Вроде как причина очень фиговая, да, такая мелочная причина, но при этом они, вот, государство может быть так её использовать, что, вот, допустим, всех непослушных быстренько отсеет, да, так как бы, как называется, Евангелика, по-моему, да, когда у нас отсеиваются только, ну, короче, оставляют только самых послушных, ну, вот, самых послушных экземпляров, да, индивидуумов из людей, а непослушных они ликвидируют, там, либо штрафами их пытаются на это послушание добиться, либо лишение свободы, либо вообще смертной казни где-то, да, я не знаю, в каких странах это практикуется, но есть где-то такое. Вот, значит, что, значит, вот в таком плане можно тоже людей, как бы, людьми манипулировать. Значит, далее что, давайте уже перейдём это самое, это всё были такие мифы, ну, не то, что миф-то, как бы, это, как бы, теория только что была, да, почему коронавирус, да, теперь перейдём к фактам, что вообще тут в Германии происходит. Значит, во-первых, первоначально, когда вот только ещё в Китае только был этот вирус пропустанялся, нам, ну, у нас везде, там, кто-то кашлял, сразу, коронавирус, коронавирус, да, там, ну, шутя, всё это были шуточки-шуточки, все просто смеялись там, да, но как бы никто всерьёз мне это не воспринимал. Там одна девчонка, у меня, это самое, рядышком со мной сидела, говорила, вот, типа, я, типа, знаю, что это коронавирус, он очень быстро, типа, распространяется, она, это самое, очень сильно переживала из-за этого, то, что это коронавирус так быстро распространяется, и вообще у нас тут сейчас будет зомби-апокалипсис и далее. Ну, это, конечно, не в таком сильном этом плане было. Но всё равно некоторые люди, короче, там люди разъединились на две части, некоторые прям сильно паниковали, говорили, что, блин, сейчас начнётся зомби-апокалипсис, Другие говорили, что всё это фигня, всё это шуточки, просто... Ну и поехали по хронологии. Значит, 28 февраля, это была у нас пятница, пятница, вот она, пятница. Мы пришли в школу, у нас это последний день был школьный. Почему? Потому что мы со 2 числа начинали нашу практику. То есть у нас по нашему обучению, там у нас было запланировано, что со 2 марта мы начинаем практику, в школу мы ходить 4 недели не будем, мы будем ходить в какие-то различные фирмы, каждый свою фирму нашёл. И со 2 числа мы пошли на практику. Вот, 28 число, это был последний день в школе, и в этот день у нас была учительница, это 6 уроков подряд, одна и та же учительница, мы сидели работать над одним и тем же проектом. И знаете, я одна из таких людей, которые могу покрутиться полностью в работу и особо не замечать, что вокруг происходит. И обычно так оно происходит, но в тот день я просто-напросто не могла не заметить, что все вокруг говорили про коронавирус. Я сидела на уроке, ученики мои, у меня компьютер тут стоит передо мной, а за этим компьютером, там ещё какой-то компьютер стоял, и там ученики говорили про коронавирус. Я вышла в туалет, в туалете девчонки говорили про коронавирус. Я вышла из туалета иду обратно в класс, по дороге, по коридору, тоже вижу учеников, которые тоже говорят про коронавирус. Я вышла на улицу после уроков, там тоже говорили, кто там, ну, какая-то парочка сидела на лавке. Они тоже говорили про коронавирус. Я села в трамвай, еду домой, там тоже про коронавирус. Вот прям все говорили про коронавирус в пятницу. Это было что-то такое нечто интересное. Ещё в этот день у нас такая, как бы, новость такая интересная тоже была. Дело в том, что мы эту практику искали, каждый сам самостоятельно искал себе фирму, где он будет делать эту практику, и у нас, у некоторых людей, там это самое, долго никак не могло сложиться, и одна девчонка, она получила согласие от одной фирмы только 26-го числа, то есть 26-го февраля она получила согласие от какой-то фирмы, и 27-го числа она должна была к ним приехать, там поговорить и договор подписать о практике своей. 28-го она приходит к нам в пятницу в школу и говорит, что прикиньте, это люди, моя фирма сказала мне, что они возьмут меня на практику только в том случае, если я подоставлю им справку, что я не болею коронавирусом. Вот так вот оно реально и было. Они дали ей бумажку такую, чтобы она её заполнила, пошла к врачу и заполнила, что она не болеет коронавирусом. И только в этом случае она могла начать практику там. То есть ей как бы и так сложно было найти это место практики, а тут ещё и такие условия они ставили. Но она всё нам получила свою практику, она всё сделала как надо. И со 2-го числа у нас началась практика. Так, дальше что? В магазине... А, значит, со 2-го числа подошла практика. Я нашла практику в такой фирме, где я могу сидеть дома и из дома выполнять задания. То есть как бы я целый такой список свой, этот самый, расписание, что я реально 8 часов подряд тут сижу. Ну и подряд там, конечно, паузу тоже делаю. Ну, короче, 8 часов в день я сидела, делала с проекта здесь для моей фирмы. И, в общем, да, и практически там в магазин там ходить, это всё по большей части муж делает. И как-то раз пошли мы с мужем вместе в магазин, это самое, я как-то дальше не обратила на это дело внимания, но это самое, просто как бы краем глазом заметила, что там место, где у нас там этот сахар стоит, там оно пустое. Ну, у нас как бы сахар дома есть, думаю, ну ладно, как-то интересно, что тут пустое. Видимо, конец недели, там, по-моему, 5-6-6 число, по-моему, это было. И тут, ну, наверное, типа, конец недели, скоро будет в них привоз и снова там заполнят полки. А сейчас, типа, ну ладно, сахара нету и нету. Далее, 7-го числа я пошла к своей двоюродной сестре, она попросила меня выставить парочку мебели на продажу. Она хотела там мебель обновить себе, а старую мебель надо было выложить на объявления частные, ну, типа там, Авито или Юла. Тут в Германии мы пользуемся eBay Kleinanzagy, то есть eBay маленькие объявления. Вот, я, значит, пришла к ней в гости, с сыном пришла, муж дома остался, и что там был такой разговор? А, ну, в общем, она мне рассказывает, в общем, я сфоткалим эту мебель, я выставила её, наверное, сразу в eBay Kleinanzagy, тут же пришло сообщение, что сейчас приедет какой-то чувак за одной из первой мебели, короче. И этот, пока мы ждали этого чувака, эта самая сестра моя, она решила нас накормить варениками из русского магазина, с картошкой она купила похвастаться, и говорит, что вот, типа, это самое, вот я закупилась, я много чего, говорит, закупилась, а вы закупаетесь там макаронами и так далее? Я говорю, что, зачем нам закупаться макаронами, да? У нас, во-первых, у мужа аллергия на глютен, думаю, что, зачем нам закупать какие-то макароны? Она такая, а, точно такая, ну тогда консервы там, какую-то крупу такую, а зачем мне сейчас закупаться? Что такого? Что такого произошло, что нужно закупаться? И она рассказывает, оказывается, что немцы, они сильно-сильно закупаются. Сейчас уже пошла такая волна, что немцы начали закупаться. Сейчас, секундочку, я включу этот самый телефончик, я просто нашла парочку видосиков из ТикТок, которые прям в тему подходят. Мне нужно настроить мой TeamViewer. Так, секундочку, секундочку. TeamViewer включается, включается. Так, нужно включить TeamViewer теперь на этой станции, на телефончике. Так, это выключаем, это мы все выключаем. И включаем, включаем. Где он у нас? Вот здесь, QuickSupport. Кликаем. Подключиться. Здесь разрешить. И здесь тоже. Давай начать. Так, поехала? Поехала, да? Видите, вы экранчик тут. Видно все вроде бы, да? Вот так вот видно все. Так, включаем этот ТикТок. Я там в закладках поставила парочку видосиков, которые тоже актуальны, да? Поэтому по тематике. Так, сейчас... Ваусик, ты там кушаешь, да? Иди кушай. Я уже. Ты уже поел, хорошо. Так, видосики актуальны по ТикТоку. Вот. Это у нас то, как закупаются немцы. Я звук выключаю. Самое, думаю, и так понятно, что тут происходит. И, в общем, да. Они просто-напросто огромными такими закупками... Самое... Огромными закупками закупаются. Это вот раз такой видосик. Второй видосик. Это у нас вот этот вот. Это магазин у нас, где подаются всякие там шампуни. Всякие там эти, как у... Где-то еще продаются там мыло всякое такое. И также витамины там продаются. Вот эти вот штучки, которые покупают, это витаминки. Такие, знаете, шипучие. То есть, кидаете в стакан воды, и они шипят, и вам можно пить витаминку. Их нужно пить одну штучку в день. То есть, допустим, вы баночку купили витамина С, да? Там их там 30 штук, допустим. Вам этой баночки на целом месяц хватит. Там еще, может, зелененькую баночку, может, одновременно будете выпивать. Допустим, одна баночка это витамин С, другая баночка это, допустим, какой-то там магнезиум. И третья баночка там синенькая еще какая-то. Они вон там, видите, какую-то гору закупили. Вот скажите мне, зачем? Вот зачем? Он там показал, сколько там это самое, сколько там цена у него там стоит. Вот. 540 евро закупка у него получилась. Сейчас он поближе там покажет. У меня, видимо, соединение сам прервалось. Потому что это самое видео тут на компьютере прекратилось вещать. В общем, там на 540 евро он закупил все эти витамины. Все только себе. Я не знаю зачем. Вот честно, я не понимаю зачем. Далее, что по закупкам, что было. У нас была бумага туалетная, 8 рулонов пачки. Она как бы закончилась, ну, числа, не знаю там, какого числа точно. Ну, где-то вот 2-го, допустим, числа у нас где-то, 2-го, 3-го числа она где-то закончилась у нас. Муж пошел в магазин. У меня практика, я 8 часов сидела дома сама, не выходя никуда. И муж пошел в магазин покупать туалетную бумагу. Приходит и говорит, что, слушай, там как бы пусто. Там только эти, как бы, большие эти упаковки, они закончились. Есть только маленькие. То есть, по 2 рулона в упаковке. Он купил 2 таких упаковочки. Типа, ну, они как бы дороже стоят. Ну, мы думали, что возьмем пока что 2. А остальное это самое. Ну, когда появится снова привоз, будет товар. Тогда и купим уже большие снова пачки. Купили вот эти вот 2 упаковки по 2 рулона. То есть, всего 4 рулончика. И у нас сегодня уже висит последний рулончик. И мы не можем найти туалетную бумагу. Это реально так. То есть, опять-таки, в том же самом ТикТоке. Сейчас, секундочку, переподключусь к этому самому TeamViewer. Потому что тут он залагнул. Секундочку. Это нужно выключить. Здесь мы перезаходим сюда. Сюда. Тут кликаем окей. Тут кликаем подключиться. Секундочку. Тут сначала выключить нужно. Закрыть. Теперь кликаем подключиться. Здесь разрешить. Здесь нужно нажать начать. Вот, началось. И вернемся в наш ТикТок. В ТикТоке вот такие приколы пошли. И это самое. И прям реально, прям жиза какая-то. Да, вот стоит там эта самая девушка, типа дилер такая, да. И это самое. Продает что-то. Что же она такое продает? По цене 10 баксов, да. Давайте, может, даже звук включу, что ли. Слышно он что-то. Оп. Она продает туалетную бумагу. Одну штучку за 10 баксов. Вот. Только одну штучку. Не целую пачку, а только одну. Один рулончик за 10 баксов. Ну, это такие приколы, короче, по на это пошли. Еще такой подобный прикол, это то, что пришел разносчик пиццы. А они вместо денег ему это самое, туалетную бумагу оплачивают. Ну, в общем, да. В общем, приколы в таком плане уже ходят повсюду по интернету, то, что ему это самое. Туалетная бумага в дефиците. Найти ее очень сложно. И ее реально сложно найти. Мы с, ну, не мы с мужем, муж бегал по магазинам, да, я сижу дома, тут практику-то делаю. И муж говорит, что в одном магазине нету, в другом магазине прошел тоже нету. Вчера он, вчера это было, да, это было вчера, он прошел три магазина, в трех магазинах пусто. Вообще пустые полки с туалетной бумаги. Вообще нету. Никаких, никакой туалетной бумаги вообще нигде нету. Вот. У нас туалетная бумага заканчивается. Конечно, у нас еще и салфетки какие-то есть. Короче, я придумала что? Я придумала заказать туалетную бумагу через интернет-магазин. То есть я зашла на ebay, нашла там довольно-таки нормальное такое предложение. И за сколько я его купила? За... Сейчас, секундочку. Паршейс Хисторий включу. За 39 долларов. Так, вы видите, это не видите. Сейчас, секундочку. Нужно лицо, наверное, по другую сторону убрать. Вот сюда поставлю. Вот так вот, да? Немножко скрылась я, с вашего взгляда. За 39 долларов купила это самое, 128 рулонов вот таких вот. Но, но, это как бы не совсем факт, что эта штука к нам придет. То есть написано, что она придет с 17 марта по 18 марта. Сегодня 17 марта, кстати говоря. Вторник. А я вам это уже говорила, да? Ну ладно, значит, мне потом пришло письмо. Сейчас, секундочку. Где это письмо? Вот оно. Письмо от этого продавца пришло, что здравствуйте, вы заказали у нас тот самый заказ. И, пожалуйста, привейте во внимание, что из-за специальной, особой такой ситуации, которая связана с коронавирусом, не факт, что ваш заказ придет вовремя. То есть мы не знаем точно, когда к нам придет наш заказ даже. То есть мы заказали, деньги заплатили, а когда она придет, мы не знаем. Вот. Так, допустим, недавно ходили мы, ну, я покупал какие-то там другие вещи, вот какие-то полочки такие, вот эти две полочки. Они у меня пришли не ко мне домой, а на пункт выдачи. И в этот пункт выдачи мы пошли с мужем, зашли то ли в четверг, то ли в пятницу, то ли 12, то ли 13 числа. И нам этот человек, который нам выдает эти товары, ну, выдал нам наши посылки, он сказал, что, мол, с понедельника тут все будет закрыто, и молодцы, что сегодня пришли, потому что с понедельника вы бы уже это, ваш товар уже не получили бы, и когда бы вы его получили, ну, уже неизвестно, да? Об этом тоже сейчас поговорим. Так, сначала про товары еще, что я хотела еще про товары рассказать? Да, туалет бумаги, то что нету, купили по инету, не факт, что придет в полумя, а, так как немцы закупаются, тоже показала, и еще это самое, муж вчера был в русском магазине, то есть, ну, я-то думала, что, типа, немцы такие, типа, о, немцы такие паникеры, закупают все подряд, там, все консервы, все сахары, всю муку раскупили, там даже были новости, то, что, мол, в некоторых магазинах начинаются уже какие-то там эти беспорядки, какие-то побоище начинаются, да, то, что из-за какой-то там последней пачки макарон, кто-то там подрался, или что-то в зонбухе, там что-то такое было, и, да, в общем, да, уже начинается какая-то совсем уже паника, мародерство и так далее начинается, из-за того, что не хватает продукта в магазинах, и я думала, что это только то, как немцев касается, оказывается, нет, муж вчера был в русском магазине, и там этот самый холодильник с пельменями, он пустой, обычно туда приходишь, там постоянно что-то лежит, а в этот раз там все было пусто, ни одного пельмешка вы там не найдете. Далее, далее у нас, давайте про путешествия расскажу, значит, коронавирус плюс путешествия из Германии, или вы Германия, это далее. Значит, я хожу на курсы японского языка по понедельникам, и 9-го числа, 9-го числа это был у нас понедельник, нам учительница рассказала, что она хотела на каникулах пасхальных, да, а у нас, по идее, сейчас вот получается, еще идут учебные недели, вот, до 30-го числа, и с 30-го числа начинаются пасхальные каникулы во всех школах, в том числе и на различных курсах, да, допустим, вот курсы японского языка берут в какое-то там, какое там учебное заведение называется, такое высшее учебное заведение, где у них там какие-то курсы тоже попадают. В общем, у нас хотела тоже на этих каникулах поехать к себе в Японию, к маме своей, в гости, но ей пришлось сдать билеты обратно, потому что она боится, что ее обратно в Германию не примут, то есть она говорит, что в Японии тоже этот самый карантин грауновируса, и ее мама как раз-таки, говорит, живет напротив какого-то фитнес-центра, и типа в этом фитнес-центре был замечен человек, который был, это самое, ну, инфицирован грауновирусом, поэтому она к своей маме поехать никак не может, и, ну, она может, конечно, поехать, но вернут ее обратно в Германию, примут ли ее обратно в Германию лет, это уже как бы уже под вопросом было. Поэтому она решила не рисковать, потому что в Германии у нее тут работа, денег она тут зарабатывает, она тут живет, и она решила не рисковать и сдать билеты обратно. Далее к нам хотели на этих каникулах приехать родственники из Красноярска, они опять-таки тоже сдали билеты обратно, они к нам не приедут. Далее в нашей школе недавно ученики ехали, ну, не мы, а другой какой-то класс, другой какой-то класс, они ездили в классную поездку, в Рим они съездили, а в Риме это Италия, да, вы наверняка уже слышали, что там в Италии просто там катастрофа полнейшая, карантин на улице выходить нельзя, и все в таком духе. Так вот, они ездили там где-то в начале марта, и вот 6 числа к нам пришло на почту такое письмо, то что, мол, ученики, секундочку, у нас честно, ученики из этой поездки, они возвращаются в субботу, в замсток, то есть 7 числа они должны были вернуться в Канновер, и они сказали то, что, мол, так как куча людей сильно волнуется из-за этого распространения коронавируса, то со стороны нашей школы было сделано следующее, то что они обратились, наша школа обратилась в этот самый, в Ландесшульбекюрда, то есть в Министерство школьное по нашей земле, потом в Министерство Минздрав, короче, обычный такой, и к нашему врачу фирменному, так сказать, который на фирме работает, ну, который к фирме привязан, так сказать, и они объяснили следующее, то что, мол, на сей момент, на тот момент, на 6 марта, да, никаких таких особых мер по карантину и так далее не нужно было проводить, и школа сделала следующее, так как всё равно была куча родителей и учеников, которых были против того, чтобы эти ученики вернулись обратно сразу же в школу, этих учеников, которые из Рима вернулись, их, во-первых, в аэропорту проверили их состояние здоровья, во-вторых, им дали 2 дня карантина, то есть 9 и 10 марта они в школу не ходили, и со среды они должны были выйти нормально учиться дальше. В принципе, больше каких-то таких вот мероприятий против распространения этого коронавируса в тот момент, как бы сказано, не было. Но, но, следующим письмом они пишут следующее, следующим письмом они пишут следующее, то что, мол, эти самые, так как, ну, Министерство образования, Министерство, да, и образование тоже, Минздрав и Министерство образования, они сказали, что, в принципе, тут всё в порядке, как бы ничего такого, ну, как бы, Карантин продлевать этим ученикам не нужно, но из-за того, что ученики и родители жаловались, что мы не хотим, чтобы эти люди приходили к нам в школу, у этих классов продлили карантин до пятницы, до 20 марта. Это официально наша школа пошла навстречу этим паниковщикам людям, паниковщикам родителям и ученикам. И эти классы, которые ездили в эту поездку, они до 20 марта, они сидели в карантине. Вот, далее что? Далее у меня ещё есть знакомая полячка, у неё есть сын, она мать-одиночка, и она сильно-сильно хотела в эти каникулы съездить к своей маме, там тоже отдохнуть, чтобы мама помогает ей с сыном тоже немножко. И в общем, это самое, думали, что вот, и скоро пройдут каникулы. Полястка-то вся накрылась медлентазом, как раз-таки из этого коронавируса, и теперь ей отдохнуть даже не получится. Вот, что тут ещё? Про красноярцев сказал, про этих скалапарки японку рассказала нашу. Так, а, кто оплачивает кризис? Дело в том, что вот эта вот подруга моя, которая мать-одиночка, она полячка, она это самое, так как она мать-одиночка, у неё ребёнок ходит в садик, у неё нет возможности работать на полную ставку. Она сидит, получается, на социальном обеспечении, плюс работает на работе, где у неё как бы, ну, небольшая занятость, это мини-джоп называется. И у неё вопрос возник в том, что это самое, что ей не хватает на жильё. То есть у неё работа в каком-то баре, в барах работать теперь нельзя, потому что этот самый, у нас всё-таки пошёл всё-таки карантин, да, я сейчас до этого дойду потихоньку, расскажу про него. Так вот, значит, в баре сейчас работать ей нельзя, и вопрос у неё возник в том, что это самое, кто будет ей оплачивать вообще её жизнь. То есть, опять-таки, в этом ТикТоке там какой-то чувак был, я не буду так сильно его там через вьювер включать, просто здесь найду его. Короче, вот такой чувак, это он типа, как он называется, он юрист, и он рассказал, что, мол, в таких вот кризисных ситуациях, в таких кризисных ситуациях, если фирма, рабочая фирма не может выплачивать зарплату сотрудникам, да, то сотрудники должны обратиться к государству за социальной помощью. То есть, по идее, вот люди, как моя подруга, она должна обратиться в этот самый джоб-центр и сказать, что, мол, так и так, мне работа, ну, у неё работа такая, что вот часы отработаешь, получишь денежки, часы не отрабатываешь, денежку не получаешь. У неё такие там условия на работе. И получается, что вот это вот, то, что ей не, ну, как сказать, пожиточного минимума не хватает ей сейчас. Точнее, у неё есть какой-то пожиточный минимум, да, то есть, но ей как бы нужно больше, чтобы оплатить всю квартиру, укропат и так далее. Вот, и получается, что государство должно будет её обеспечивать. То есть, получается, сейчас не только она одна такая, а по всей стране сейчас куча таких вот людей, и государство должно будет выделить очень большую сумму денег, чтобы обеспечить всех тех, кто не может теперь зарабатывать деньги на своей работе. Причём это довольно-таки долгий будет период, и сколько это продлится, ещё не знаем. Давайте потихоньку перейдём к этому, к этому, к тому, что у нас за карантин в Германии появился. Значит, 12-го числа, 12-го числа, всё было ещё пока что нормально, всё, пока всё было хорошо. 11-го числа, хотя бы я, ну, я же практику из дома веду, 11-го числа я должна была поехать к моему учителю и там с ним встретиться, поговорить, там, насчёт того, как проходит моя практика, всё в таком духе. Я к нему приехала, это самое, ну, там, там, здравствуйте, там, тянет мне руку, потом тут же спорю, ой, типа, там, не надо, там, это самое, сейчас же коронавирус, там, ха-ха-ха, всё пока что были шуточки, то есть, как бы, давайте пожать руку нам не надо, потому что сейчас коронавирус. Шуточки шуточками. 12-го числа приходит сообщение по WhatsApp от этого одного из моих одноклассников, он следит за этим самым, за новостями этими. Сейчас это нужно будет дело вам тоже показать, секунду, сейчас нужно подключиться через TeamViewer. Так, подключиться, секундочку, разрешить и начать. Давай, начать. Так, WhatsApp, 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 нужно пойти на 12-е марта. 12-е марта, это было вчерашний, 13-е марта, опс-опс, перевалило сильно. 8-е марта, 12-е марта. Вот, началось всё вот с таких вот сообщений. То, что, мол, какие-то люди требовали от Министерства образования, чтобы школа начала каникулы пораньше. Секундочку. То есть, как бы, у нас каникулы официально начинаются с 30-го числа. И люди требовали, чтобы школы были закрыты пораньше. То есть, как бы, чтобы каникулы начались пораньше. Опять-таки, чтобы против этого распространения коронавируса. И тут дело шло про 20-е марта. То есть, с пятницы. То есть, пятница должна была быть последний учебный день. И с пятницы, это самое, пойдёт уже на неделю больше каникулы. Ну, это, конечно, для учеников того, суперздорово, да. Это только было требование. Утром пошло такое требование. То, что, пожалуйста, закройте школы пораньше, чтобы не вспоминать коронавирус. Вечером того же дня, вечером, то есть, 12 марта вечером, уже было официально, вышло сообщение от правительства, что, мол, 16 марта, то есть, со вчерашнего дня, с понедельника, все школы будут закрыты полностью. То есть, все школы, все детские садики и все прочие такие, там, университеты и так далее, которые от государства, они должны быть закрыты. Наша школа, она приватная, да. И давайте сейчас поговорим про эти самые, про школы обычные. Дело в том, что у меня есть сын, у меня он ходит в обычную школу. И эта обычная школа сказала следующее, что, мол, с понедельника все закрывается. Мы дали детям, ну, это самое, письмо такое, там, распечатали. Плюс ко всему, они еще и по мейлу все это дело прислали по 5 тысяч раз. И тут написано, что, мол, с 16 марта по примерно 18 апреля, там, ну, там, возможно, будет еще изменение, там, да, когда это дело заканчивается. У нас, это самое, школы закрыты, пожалуйста, это самое, это самое, если... А, и такую бумажку, да, это, что, мол, если вам нужно, чтобы ваш ребенок все-таки ходил в школу, допустим, вы по работе не можете за ним увидеть дома, то заполните вот эту бумажечку, и мы, это самое, будем... И он должен будет прийти в школу и там в школе сидеть. Естественно, что-то написано, что школьные такие занятия будут проводиться немножко в ином плане, то есть дети будут не в группе сидеть, они постараются все детей рассадить по разным углам, чтобы они друг с другом не контактировали, дети, чтобы они сели по разным углам и занимались своими делами, там, своими уроками. Вот в таком плане собрались проводить эти вот уроки. Это для тех людей, кто у нас рабочий, кто не может со своими детками посадить. Далее, чуть попозже, буквально, там, не знаю, через полчаса, через, не знаю, сколько там прошло времени, сейчас попытаюсь найти это письмо. Так, письмо от Фраушиев, Эльтер Шпритак. А, да, еще у нас, кстати, было запланировано, что на вот этой вот неделе, на следующей неделе, по идее, должны были быть разговоры с учителем, то есть день разговора с учителем, то есть у каждого... Ну, приходит родитель отдельно, каждый родитель отдельно разговаривает с учителем. И у нас, допустим, наш договор был... Ну, мы там договорились с учителем с 35-го числа. Это все, конечно, отменяется. Когда будут новые эти самые даты высказанные, ну, короче, когда будут новые термины, термины по-русски это будет... Ну, короче, знаете, когда будет день и время назначается, это вот термин. Вот, короче, новые такие термины будут еще неизвестно, когда. Да. Вот, далее что? Ищем то письмо, материаль Фюденшуль Аплауф. Вот это оно или не оно? Сейчас, секундочку, посмотрим. По-моему, это не оно. Так, F самой... Вот это, по-моему, оно, Эрген Сунген. Вот это вот оно. 13-го марта пришло это дополнение вот к этому письму, то, что, мол, школы закрываются. Школа сказала, что, мол, заполните этот листочек, если вам нужно, чтобы ваш ребенок все-таки ходил в школу, то, что вы по работе не можете за ним уследить. А дальше, 13-го числа, пришло еще одно письмо, где у нас сказано... Тут, кстати, умлял-то не показывается, тут не знаю почему. Так вот, значит, написано, что с этого, с марта... Ой, с марта. То есть, с 16-го марта будет следующее. Вот это вот нот, бетроинг. Бетроинг – это когда следить... Ну, это как бы следить за детьми. Вот это вот нот означает то, что чрезвычайная ситуация. То есть, ухаживать, следить за детьми, чрезвычайной ситуацией могут быть... Ну, могут быть только те дети, которые... Родители которых работают в следующих отраслях. Это гизунхайдсберг, это то есть по здоровью что-то, медицина. И пфлеги. Допустим, у меня мама работает в пфлеге динст. Это пфлеги, которые ухаживают за старенькими больными людьми. У меня мама, допустим, она работает в этой фирме такой. И многие клиенты, кстати говоря, они отказались от них. Сказали, что не приходите к нам, чтобы вы, не дай бог, не зародитесь наших клиентов коронавирусом. Дело в том, что там такие клиенты... Допустим, есть клиенты, которым прям необходимо к ним прийти, там укол какой-то сделать, таблетки дать, некоторые вообще двигаться не могут. Им необходим такой уход какой-то. А многие родственники решили сказать, что, мол, не надо нам ваших этих флегерн каких-то там, этих сотрудников ваших, чтобы они нас заражали. Мы, как родственники, сами возьмем на себя ответственность и сами будем ухаживать за нашими родственниками. Допустим, есть клиенты, мама рассказывала, что у них есть клиенты, которые нам просто нужно чулки одеть. И такие клиенты сказали, что вообще к нам не приходите, чтобы, дай бог, нас не заразить. Вот, значит, родственники решили сами заботиться побольше о своих старичках и больных людях. Вот, значит, вернемся к школе обратно. В школу могут пойти только те дети, родители которых работают вот в этих трех отраслях, плюс те, кто работают в полиции, те, кто работают в службе спасения, в катастрофе, в шутце, это защита от катастроф, пожарные, и еще какой-то юстиц. Юстиц, не знаю, что такое юстиц. Ну, в смысле, понятно, что такое юстиц, но это без шестика им фольца отбирай ханшлислих, юлистиц фольцук. Ну, короче, да, вот в этих вот... Короче, вот всего лишь несколько этих только отраслей, дети которых имеют право ходить в школу. Все остальные, если это самое, если вы, допустим, просто работаете в каком-то там магазине, то вы должны сидеть сами дома с детьми и на работу не выходить. Это вот такое вот письмо, еще одно пришло. Далее что? Далее у нас пошел диалог в WhatsApp дальше, то, что, мол, школа закрывается, и, в принципе, и хорошо, школа закрывается, прикольно. Но мы-то сейчас не в школе, мы сейчас на практике. Получается, что мы те самые ученики, которые должны продолжать все равно учиться. То есть у нас как бы не... Мы в школу свою не ходим, мы ходим на практику. А наша школа, хотя бы, это тоже приватная школа, она, по идее, могла сама сказать, что будут они там закрываться или не будут, но наша школа, она решила пойти навстречу всей этой толпе, всех этих паникеров, и сказала, что, мол, мы тоже закрываемся с 16-го числа, у нас уроки будут отменены, мы переходим на... Ну, попытаются они перейти на онлайн-платформу. Про нее тоже сейчас расскажу немножко. Так вот, значит, мы люди, которые... Мы ученики, которые, это самое, ходим на практику, это самое, решили в чате подпереписываться, и тут можно увидеть куча-куча сообщений, то, что, мол, как это так? Типа, в школу ходить нельзя, а на практику ехать на трамвайчике через... Ну, на трамвайчике, где у нас там куча людей, тоже вы можете увидеть, там тоже, получается, риск есть заразиться. Типа, некоторые говорят, что я не хочу так ехать на мою практику, потому что я тоже не хочу заразиться. Ну, все в таком духе. Короче, некоторые ученики пошли жаловаться нашей школе, что, мол, мы не хотим ездить на практику, потому что есть риск заразиться коронавирусом. Ой, так, тут у нас что? Ну, в общем, да, была большая такая переписка между школой и нашими учениками, и там другими тоже учениками, потому что не только наш класс сейчас на практике находится. Да, тут еще такое написано. Вот, ну, да, дальше, 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 тут еще звуковые сообщения, там, буду включать, не буду, не знаю, не буду включать. Так, и хабу, упер, штуктанта, тататак. А, да, про хоум офис. Вот. Школа предложила наше следующее, что, мол, практику мы продолжаем делать в том случае, если наша фирма скажет, что, да, мы можем продолжать практику, ну, мы можем продолжать работать и дальше. В этом случае мы продолжаем практику. Некоторые фирмы перевели учеников на home office, то есть работа из дома Это тоже можно было, можно было до поры до времени Home office, это самое, некоторые ученики сказали, что что это такое, опять-таки, за home office такой У меня дома компьютеры полагают, у меня дома нет программ нужных, я не могу делать home office И все в таком духе, опять-таки, пошли жалобы со стороны учеников, что, мол, что это такое, я не хочу То есть вы нам предлагаете какую-то альтернативу, а мы не хотим Вот, значит, home office это самое, тоже как-то такая сомнительная штукенция То, что, мол, некоторые можно, некоторые нельзя И дальше пошла еще такая тема, что у нас по плану, по нашему, как называется, аусбилдингу По нашему обучению плану, по нашему плану обучения, мы должны пройти 160 часов практики обязательно Чтобы получить наши аттестаты Если у нас не будет этих 160 часов, то, в принципе, как бы и на аттестат рассчитывать как бы не нужно Это написано в нашем плане, вот этом учебном Но сейчас из-за этой ситуации какая-то неразбериха пошла И пока что неизвестно, что с этим будет Получается, что у нас ситуация в следующем У нас есть две недели практики, и двух недель нам еще не хватает практики Скорее всего, ну, как бы, там было письмо такое, что, мол, учителя сейчас, которые там все этим делом заведуют Расписание все это делают и далее Они сейчас планируют как бы вот эти две недели перенести на куда-то на другое место То есть эти две недели не сейчас провести практики, а вот когда все это уже утихнет, когда все это пройдет Но дело в том, что не каждая фирма согласится так сделать, это раз Второе, не каждый ученик захочет это делать, это два Потому что у нас после каникул наших пасхальных у нас уже времени совсем не остается У нас там настолько все было забито, что мы даже какие-то материалы учебные решили отменить Допустим, мы не будем делать 3D-моделирование То есть мы, по идее, у нас в этот план входит 3D-моделирование Но у нас просто на просто времени на это не хватает То есть у нас буквально там останется делать парочку классных работ Парочку проектов сдать, парочку рефератов сделать А потом уже начинаются уже экзамены То есть и все, и больше времени у нас как бы уже и нету А еще две недели практики какой-то там найти время для практики Непонятно, откуда мы это дело возьмем И опять-таки ученики там тоже жалуются Все это самое паникуют, все не знают, что делать Все не знают, что это будет, как это дело будет выглядеть Люди, которые, ученики, которые смогли договориться на home office Они вчера и сегодня продолжали home office Ну я уже не продолжаю, сейчас объясню тоже почему Так, это самое, перехожу с темой темы потихоньку Так вот, значит, я тоже, я с самого начала, по идее, у меня была home office То есть я как бы с самого начала работала из дома И для меня вот этот вот переход был как бы вообще, как бы Не было проблемы вообще никакой в этом деле И я сказала своему учительу, что ему, если я продолжу вот эти четыре недели сделать до конца практики То мне это зачтется вообще или нет? Он сказал, что я не знаю То есть, понимаете, даже в такой был плане, что он уже не знал Он говорит, ну пока что делайте дальше, а там уже будет видно Ну там зачтется это, не зачтется это, будет все уже видно Вот, далее что, далее что? А, далее у нас тут еще мы картинки, сейчас покажу Как у нас трамвайчики защищены То есть в трамвайчиках у нас тоже обновления пошли Во-первых, трамваи теперь ходят гораздо реже Буквально там один трамвайчик в полчаса Вот такие штуки там поставили для защиты этих водителей То есть это такая решетка, она прикреплена на такие вот крепления Вот, вон там вот, вот тут вот у нас кабинка, где сидит водитель Вот эти две двери, вот с этой стороны дверь и с этой стороны дверь Там у нас закрыты, они не открываются вообще Тут стоит записка, что, мол, дорогие пассажиры Вот эту штуку, вот эти масс-намы, вот это средство защиты, так сказать Мы сделали ради защиты здоровья Мы просим вашего понимания более подробно читать в интернете Спасибо большое Написали Вот, что-то, ну, короче, вот эту штуку сделали для того, чтобы пассажиры не смогли заразить водителя То есть ограничение такое поставили, чтобы до водителя, от водителя до пассажира было какое-то расстояние Эту такую штуку поставили в трамвайчиках Есть еще пример из автобусов У меня в это зависла эта самая TeamViewer Сейчас секундочку, нужно его перезагрузить, чтобы вы его видели, да? Сейчас покажу TeamViewer, вернись обратно Сейчас прогрузится Отвиснет или не отвиснет? Что-то не отвисает пока что Секунду, сейчас повыключаю лишнее Так, вернемся TeamViewer Сюда ID Показывай мой ID Не хочет он показывать мой ID О, пока же пошла, пошла, пошла Так, разрешить и начать Где кнопочку начать? Начать Все, вернулись мы к телефончику моему Вот фотография Это как выглядит та же самая ситуация, но только уже в автобусе То есть вон там сидит у нас водитель, вон там женщина сидит Ее, это самое, лентой обвязали, чтобы это самое, как это называется, чтобы пассажири к ней туда не подходили Далее была еще неразбериха с того, прекращается у нас практика или не прекращается Дело в том, что нам пришло письмо от школьного образования, от министерства образования Где было сказано официально, что, мол, с 16 числа все практики должны тоже прекратиться Практики прекратились, на практику больше никто не едет Но, что делать с теми, кто сидит в home office То есть практика, которая home office Их тоже было, в принципе, у нас заражения никакого не происходит же между нами Я сижу дома и никого не могу заразить Но при этом все равно, вот сегодня, сегодня утром буквально пришло письмо Где было сказано, что, мол, даже те, кто делает home office, должны тоже прекратить свою практику Почему? Потому что это нечестно по отношению к другим То есть у меня, допустим, практика, я сижу дома, я могу сделать все 160 часов практики Но при этом люди, которые не могут делать home office Они будут, так сказать, в минусе Получается, у меня явное преимущество получается перед ними То есть им нужно будет потом как-то там выкручиваться, искать новую практику Вон две недели, неизвестно когда, неизвестно что А так, получается, нам всем когда-то придется как-то выкручиваться Короче, как все это дело решится, пока что еще неизвестно Но, в общем, с сегодняшнего дня официально вся практика прекращается У нас четыре недели каникул с небольшим, там, четыре и, по-моему, два или три дня, что-то такое И все, все накрылось медным тазом Далее, последнее, наверное, что хочу сказать Это то, что сейчас у нас такая ситуация с учебой, то, что мы не знаем, что делать дальше У нас четыре недели каникулы или еще дни каникулы Потому что сегодня, опять-таки, утром пришло письмо, что, мол, вот вам данные для входа Там такое письмо, сейчас секундочку покажу Вот по типу вот такого, да, то есть вам сделали новый, этот самый, новый аккаунт То есть наше какое-то имя, да, плюс парольчик пришел И этот аккаунт для этого самого, для офис 365, да, я его закрыла уже, да, я его уже закрыла Короче, офис 365 и там через онлайн-платформу, вот эту вот микрософтовскую Мы должны будем зайти и будут вести какие-то онлайн-уроки Пока что, как это дело будет работать, еще неизвестно Пока что вот эти вот уроки пытаются настроить для тех учеников, которые не в практике были То есть у них обычные уроки были И, честно говоря, пока что не знаю, как это дело будет выглядеть Потому что приходилось сообщение, что, мол, этот самый, они вот в субботу настраивали этот сервер В воскресенье первые люди пытались, это самое, там, попробовать, ну, зайти на этот сервер И этот сервер уже у них сломался То есть полетел сервер, они его, там, восстанавливали в субботу, воскресенье и понедельник В понедельник снова все пошло нормально И вот с сегодняшнего дня, там, должны, по идее, начаться какие-то уроки Нам тоже пришло письмо, что, мол, вы там тоже зарегистрированы Нам нужно зайти, там, поменять свой пароль И войти в какую-то тиму, это самое, в какую-то там группу нашу Но пока что у них какая-то там команда там еще не создана Это должен будет сделать наш классный руководитель А наш классный руководитель сейчас у нас, это самое, написал, что он болеет У него больничный и он вообще не при делах Нам пока что занимаются другие учителя Которые тоже, это самое, должны заботиться обо всех учениках, да То есть тоже такая, как бы, паника там, паника сям Как это все будет выглядеть, пока еще неизвестно Но вот на сей момент пока что вот таким вот образом Опять-таки все пошли жаловать, что я не могу делать онлайн этот урок Потому что у меня компьютеры лагают, у меня компьютера нет С телефона я не хочу ввести этот онлайн процесс, онлайн урок В общем, да, опять-таки В общем, немцы они такие люди, которые, знаете, им... Ну вот, катастрофа какая-то такая Ну это, конечно, не катастрофа, но все равно как бы Ну, навели какую-то такую панику большую И вот, в общем, сами эти люди писали, что мы не хотим ехать в трамвайчиках Мы не хотим ехать на практику Практика отменилась Там были люди, которые там Мы не хотим, чтобы люди из Италии приходили к нам сразу в школу Мы хотим, чтобы они даже в карантине сидели Сделали так Дальше вот этим вот, как бы, этим же людям предлагают Что вот, типа, раз люди не могут ходить на уроки в школу Давайте сделаем уроки онлайн Нет, мы не хотим уроки онлайн, пишут эти люди Потому что по разным там причинам, сотни, миллионы причин просто находят новых Что они почему не хотят Некоторые скажут, что, мол, это самое Прикалываются, что, мол, я просто скажу, что у меня, типа, инета нету Поэтому это самое Поэтому я не могу делать онлайн урок Другие спрашивают это самое А как мы, если мы будем отсутствовать Надо ли нам будет эти самые Писать справку от врача Нужно ли будет нам давать справку от врача Почему мы отсутствовали на онлайн уроке И, типа, самое, то, что говорит другое То, что, мол, сейчас, типа, врачи Ты просто им звонишь Они тебе попросту посылают твою справку о болезни Представляете, даже такое происходит В общем, да Что, как тут будет происходить, да В дальнейшем неизвестно А, это тоже приколы такие Типа, мол, кто как защищается в разных странах Типа, кто-то там бутылки себе надевает пластиковые Кто-то пакеты А в Австралии бумагу туалетную на себя накручивает И, типа, вот куда делась вся туалетная бумага Это австралицы всё скупили И накручивает на себя эту бумагу Ну, это чисто прикол, конечно Ещё один человек пишет Вот я, типа, на 3D-дрюкере своём На 3D-принтере своём сделала такую маску Буду ей защищаться от коронавируса Вот, на это пока что всё Что будет дальше, пока не могу сказать На сегодняшний момент всё будет таким способом Что у нас всё закрыто Всё заблокировано Нам нельзя На работу нам нельзя На учёбу нам нельзя В отпуск нельзя И какие-то курсы дополнительные делать Тоже нельзя На улице, кстати говоря Это самое Сегодня утром У меня ребёнок заметил Что там у нас площадка детская На улице И её тоже Оградили вот этой леточкой Нельзя даже на детские площадки выходить Почему? Потому что коронавирус повсюду Ещё в моём окружении Никто ещё не заразился коронавирусом Я ещё реальных людей Которые заразились коронавирусом Не знаю, не видела Всё, что там говорят в этом самом СМИ То, что там 5 человек заразилось в Германии Пока что вот это всё, что я знаю Ну, вообще того, кто реально заразился А кто нет Но при этом такую панику подняли Что бумагу туалету не купить Мы сидим на это самое Ждём бумагу через Туалету бумагу через нет-магазин За который заказали И то, что не факт, что она придёт Ну, короче Так, я как бы всё, что хотела Рассказала Честно говоря, не знаю, как там в России Дело происходит Но, как-то, знаете, не слышала Что там в России происходит Не слышала, не знаю Спрашивали у своих знакомых Каких-то там в России живёт Они, в принципе, тоже как-то особо не замечают Но здесь, в Германии Это реально такое-то заметно Вот эта движуха вся заметна В магазинах тоже это самое Я уже рассказывала, по-моему То, что там всякие там Побои ещё начинают потихоньку Типа, где моя туалетная бумага? Почему нет туалетной бумаги? Кто её раскупил? Кто виноват? Кто такой гад? В общем, да Ой, надеюсь, всё это дело Быстренько закончится Потому что уже, честно говоря Уже надоело Просто из ничего сделали Такую огромную панику Такой огромный дефицит Всего-всего И да И мы сидим тут Страдаем Делать нечего Ну, как нечего Мы найдём, чем заняться, конечно же Ладно, в общем, давайте Не болейте Пишите в комментариях Как у вас там проходит Коронавирус в вашей стране Или в вашем региончике Мне тоже будет интересно почитать Всем спасибо за внимание Всем счастливо Субтитры сделал DimaTorzok